Через неделю после начала войны, когда по радио передавали скупые сводки о боях, звучала музыка и патриотические песни, нас комсомольцев, которым было по 14-17 лет, пригласили в Дмитровский райком, вспоминает Андрей Дмитриевич. Рассказав о тяжелом положении, сложившемся на Западном фронте, молодым ребятам предложили поехать на защиту дальних подступов к столице, под Смоленск, рыть противотанковые рвы. И нас бомбы кидали, мост рядом, понимаете, вот нам доставалось, потому что зенитки не пускали, а с бомбами немцы не могли возвращаться, потому что нельзя на аэродром садиться с бомбами, нужно их сбросить, а рядом нет, а хорошо, что он наш, ров же собственный был, поэтому, значит, Бог уберег, во всяком, на нашем участке. А так они стреляли, днем не давали работать, просто сверху стреляли. По пути в Смоленск ребятам встретилась колонна автомашин, перевозивших раненых. На Брезинте лежали женщины в военной форме. Они с материнским состраданием смотрели на совсем еще молодых мальчишек. В районе Вязьмы движение застопорилось, и было принято решение идти пешком. «Ну вот, наконец, мы и прибыли», – с дрожью в голосе вспоминает ветеран. «Перед нами Днепр. Разрывы снарядов, зенитных орудий отпугивали, и фашисты сбрасывали бомбы совсем рядом с молодыми солдатами. Благо, ранен Андрей Дмитриевич не был». Интенсивнее яростнее становились бомбежки железнодорожного моста и всех подъездов к линии обороны. До ребят уже не доходили ни почта, ни продовольствия. На 25 человек стали выдавать буханку хлеба. Продвигались они словно в полусне. Сквозь сознание лениво текли обрывки мыслей. То виделись раненые женщины, то вспоминались материнские слезы. Пробежи обороны, казалось, никогда не закончатся. Но этот день настал. Солдат погрузили в автомашины и отправили домой. Москва к тому времени выглядела более строгой, чем месяц назад. А когда учредили медаль за оборону Москвы, дмитровские комсомольцы оказались в первой тысяче награжденных. «Значит, мы, мальчишки, хорошо сделали свое дело», – с улыбкой признается ветеран. В Одинцово Андрея Ларионов уже 60 лет. Со своей женой Лидией Антоновной они живут дружно и счастливо. А самое главное – поддерживают друг друга. И морально, и физически. Они воспитали двух замечательных сыновей, которыми очень гордятся. Ну а сейчас уже радуются успехам своих внуков. Напоследок Андрей Дмитриевич признался, что он ни о чем не жалеет. И будь у него вторая жизнь, он прожил бы ее точно так же. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.